Взрыв в столице, в Голосеевском районе, в жилом доме, рухнуло перекрытие, обвалились два этажа, есть жертвы и пострадавшие. Все подробности этой трагедии расскажет Богдан Вербицкий. Около полудня здесь, на Голосеевском проспекте 70 и раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, взрывную волну было слышно на сотни метров, обвалилось два этажа. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Мы обе увидели, почувствовали какое-то серое-черное облако. Во-первых, такой угол был. Игул был. Говорят, даже слышно было, аж на проспекте науки. Мы же были в Голосеевском партии, слышали взрыв. Сразу после этого на место происшествия приехали спасатели. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Стався выбор без последующего горения в трехповерховом будинке, в наследок чего сталося порушение перекрытия между другим и третьим поверхом. Там постраждало пять человек, и одна особа, которую мы врятовали и достались под завалом, на жаль, в лекарне померла. Из этих других пяти человек была одна дитина. На взрыв в жилом доме отреагировало и высшее руководство страны. Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук сообщил, что по предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва газа. И ситуацию он взял под личный контроль. На место взрыва прибыло даже руководство нацполиции. Впрочем, предварительную версию ЧП подтверждать никто не торопится. Поки, что по передней причине, вообще никаких не можно сказать. Потому что выбор неведомого походжий. Сами же жители разрушенного дома в версию о взрыве газа верят неохотно. По их мнению, всему виной соседняя стройка. Но местные власти уверяют, что конфликт исчерпан. Пока выясняют причину взрыва, а спасатели расчищают завалы, городские власти предоставили пострадавшим временное жилье. Все 68 пострадавших переедут в Абалонский район столицы. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.